Ну вот здесь похоже был ураган. Деревья валило. Эй, удочка убегает. Так, я хотел рассказать историю про комаров, страшную историю. Красавчик. Друзья, всем привет. Вы на канале Календарь и Балова. Меня зовут Алексей. Сегодня я направляюсь в землянку. Только зашел в лес, присел немного отдохнуть, чтобы взял приличный темп, потому как сильно опаздываю. Сейчас уже 5 часов вечера, а это только начало пути. Всю неделю шли дожди. Лес очень мокрый, скользко, грязно. Поэтому идти сложно. Рюкзак тоже довольно увесистый. Не понимаю, как туристы тягают тяжеленные рюкзаки. Я брал только необходимое. Еды практически не брал с собой. Брал только для напарника. Да, я сегодня иду с напарником. Он где-то отошел по нужде. Сейчас его позову. Карлос. Карлос. Карлос, иди сюда. Откуда ты на руки запрыгнул? Дай морду. Поздоровайся. Галкни что-нибудь. Все, иди гуляй. Давай, давай, иди гуляй. Давай, иди за кабаном. Кабана неси. Он такой парень самостоятельный. Может дернуть куда-то на пару километров. А потом вернуться. Что, недолет? Все. Перекур закончился. Идем дальше. Кабана не нашел? Ну, снова начался дождик небольшой. По дороге к лесу я уже один раз промок. Карлос прибежал. Вот, снова пошел. В общем, перекур закончен. Мне нужно спешить, чтобы ночь не застала меня в пути. Со мной уже было несколько раз в жизни, когда приходилось ночевать без палатки в лесу. И это не самые приятные воспоминания. Поэтому продолжаю путь. Почему я вышел так поздно? в этот поход. Расскажу позже, когда прибуду к месту. Вот такие грибочки нашел. С виду, как мухоморы. Но это, кажется, называются зонтики. И вполне съедобные. Я раньше никогда их не собирал. Да и сейчас, наверное, не буду собирать. Мой приятель такие постоянно собирает. И готовят их, получается, как отбивные мясные. Очень вкусные. Но я в них совсем не специалист. Поэтому такие грибы брать не буду. Буду брать только которые точно уверены. Прикольный грибочек. Да, всю неделю шли проливные дожди. Лес очень влажный. Думаю, грибов должно быть очень много. Хотелось бы, конечно, кроме грибов-зонтиков найти что-нибудь посолиднее. Типа такого, как я нашел в прошлый раз. Такой белый грибок. Один на всю сковородку. Не спеши. Карл, что ты делаешь? Че ты валяешь-то? Погнали. Первый год моего нахождения в землянке там было просто огромное количество грибов. Причем в основном съедобных, хороших. Типа белых. Точно не знаю, как там их название. Но правда были очень похожие на белые. Как-то они называются дубовики, поддубники, синяки. Они синеют на срезе и очень горчат, когда их приготовишь. Но я потом научился их отличать. И очень хорошо меня выручали грибочки в плане провизии. Фух. Я пошел другой дорогой, более короткой, чтобы успеть хотя бы попытаться успеть до темна. А вот она короткая. Но, как оказалось, намного сложнее. Сейчас скользко, грязно. А здесь приходится идти то вверх, то вниз по оврагам, под деревьями пролазить. В общем, так себе дорожка. От Карлоса хорошо носится туда-сюда. Карлос, может тебя понести? А потом ты меня не хочешь. Понемногу начинает темнеть, комары заедают. Я решил остановиться на ночевку. Карлос тоже бедолага. Весь покусанный, грызется, гоняет комаров. Давай, лупи-лупи. Очень заедают. Подустали. Я бы, конечно, шел дальше. Можно было с фонариком идти. Но, если бы я шел по верхней дороге, там хотя бы есть какая-то тропинка, которой можно придерживаться. Здесь же тропинки нету. И ночью очень сложно идти по такой дороге в лесу. Пару раз мне доводилось быть ночью в лесу. Скажу я вам, не очень приятные впечатления остались. В общем, если бы у меня не было тента, пришлось бы идти, потому что остаться ночью с комарами это как в страшном сне. У меня, кстати, есть история об этом, но расскажу позже, потому что сейчас быстро хочу поставить тент в виде палатки. Это делается буквально пару минут, ничего сложного. А дальше уже залезу, сврячусь от этих кровопейц и расскажу эту интересную историю. Карлос, гоняй, гоняй. Давай, давай. Давай. гоняй. acá давай, где, как будто что hacks кто тебя выбирая, что Лон ... Продолжение следует... Сильно комментировать не буду, потому что комары в нос и в рот летят. В общем, по длинной стороне 4-х метровой цепляю за среднее кольцо. Отступаю один метр, один губ, отворачиваю волну, натягиваю. Буквально 30 секунд и палатка готова. Она защитит от дождя, от насекомых. Осталось только подвернуть вот эти края вниз, они будут служить полом. И закинуть спальник, и можно прятаться. Карлос! Карлос! Ну вот, края подвернул вовнутрь, можно залазить, прятаться от комаров и от дождя. Пошли, заходи. Можно на люверсы подвязать. Вот так вот, чтобы не пролетали. Эй, товарищ, а ну двигайся. Вставай. Вставай, говорю. Подвигайся. Двигайся. Успокойся. Что же лежать? Ну, отстань, Камарос. Фух. Нет, Камаров. Карлос, отстань. Так, я хотел рассказать историю про Камаров, страшную историю. Ездил я одно время, каждый год, а то и два раза в год, на одну большую реку, в ее дельту. И там, конечно же, комаров великое множество. Ну и рыбалка замечательная. Ездил туда постоянно, до 2014 года. После этого не был. И однажды вечером я рыбачил на маленькой весельной лодке надувной. И понемногу сплавлялся по течению. Клевало очень замечательно. Ловился жерех. И котел потихоньку спускался по течению. Отдаляясь от рыболова. То бишь, от меня. А ветер был вдул в ту сторону, что я спускался по течению. А ветром меня практически уравновешивало. С течением. И я еле-еле медленно по течению сплавлялся. Вот так был в азарте за рыбной ловлей. Очень хорошо плевало. Я не заметил, как спустился. Километра три, наверное. Два-три от лагеря. Но не суть. Начало понемногу темнеть, вот как сейчас. И ветер резко поменялся. И начал дуть по течению. И меня очень резко начало сносить вниз. Я быстро смотал снасть. Спиннинг. И на веслах начал возвращаться в лагерь. Но ветер и течение были настолько сильные, что напрягает со всей силы. Я стоял на одном месте. Не мог преодолеть течение с ветром. И тут вылезли комары. Просто полчища. На веслах две руки заняты. Они полностью обседают все тело. Смахнуть нельзя, как только отпускаешь весла. Тебя сносят дальше, чем ты был. Ты понимаешь, что это какая-то катастрофа. А я в шортах без футболки, без майки. С голым торсом в шортах. Ох, я натерпелся. В общем, нам даже нужно было грести с такой скоростью, с такой силой. Привом, возмогать все свои возможности, чтобы хоть как-то двигаться. Но как только ты отпускаешь весла, чтобы согнать комаров, тебя снова сносят. Стало буквально страшно, что они выпьют кровь полностью с меня. Облепливали я. Весь черный был. В комарах. Пришлось грести к берегу. Нырять в воду. Периодически нырять за головой, чтобы комары, они причем, не всегда смахиваются, даже когда ныряешь с головой. Выныриваешь, они остаются. Но все равно сразу новые нападают. В общем, ну хотя бы как-то за веревочку я тащил лодку. Но приходилось там завалы преодолевать, какие-то бревна. И там в тех местах берега зачастую обрывистые, очень глубоко. В общем, добирался я долго. Вспоминать буду, наверное, всю жизнь эту комариную атаку. Это, конечно, был ужас. С тех пор я стараюсь не допускать такого. В общем, вот так. Сейчас попью воды, покормлю Карлоса и будем отдыхать. Все, буду прощаться до завтрашнего утра. Увидимся утром. Доброе утро. Чудесно переночевали. Комары не беспокоили. Было тепло. Комфортно. Солнце уже встало. Сейчас буду складывать палатку и отправляться в дальнейший путь. Осталось совсем недалеко. Думаю, часа полтора я буду на месте. Думаю, часа полтора. Я буду на месте. Какой красавчик. Здоровый. Здесь звери спускаются на водопой. Думаю, часа полтора. Пошли, пойдем. Пойдем. Похоже, сегодня погодка будет то, что надо. Солнышко с самого утра почти. Попадается много сыроежек. Белого пока ни одного не нашел. Уже знакомые очертания. Птички полетели. Думаю, еще полчаса и я буду на месте. Очень похоже на крапиву. Неужели она так цветет? Я ни разу в жизни не видел, как цветет крапива. Но очень красиво, если это она. Похоже. Может, жалится. А вот это уже радует. Такие я люблю. Поехали. Назь. А вот это. Валю. 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 Пойдем, пойдем, пойдем вперед. Ну вот, здесь, похоже, был ураган. Деревья валило совсем рядом с землянкой. Вот такие красавчики. Здесь всегда возле землянки почему-то очень много грибов. Дальше по всему лесу ходишь, единицы встречаются. А здесь просто вот, правда не знаю, что это такое, есть я их не буду. А те, которые знаю, попался всего лишь один небольшой, так что пусть растет. Я его оставлю на праздник, как раз подрастет. А здесь их просто тьма. Вот таких вот, не знаю, что это, могу сорвать. Вот такой червивый, пластинчатый, не знаю как называется, а вот в маленьком виде. Ладно, не буду, хай растет. С землянкой вроде бы все в порядке. Карл, что там? Укусил кто-то? Узнаешь места? Сразу прибежал. Тут был пару раз всего. Запомнил. Сейчас открою. Вот еще я увидел, что упало дерево. Не пойму откуда, но вот такой целый завал. Похоже с этого большого верхушка, да, отвалилась верхушка. Пойдем, Карл, проверим, что внутри. Идем. Что, давно здесь не был? Росончик. Пошли. Заходи. Ты уже нашел себе место? Шустрый. Может на коврике? Карл, наглый ты тип. Иди сюда. Нет, это моя кровать. Сюда и не мылься. Не мылься сюда. Я понял. Вот тут. Что такое? Стол мокрый. Похоже где-то протекает. Дожди были очень сильные. Целую неделю были ливни. Вот так. Здесь вроде бы сухо все. На улице сегодня очень жарко. А в землянке хорошо, прохладно. Сейчас тоже немного посижу, отдохну. Потом разберу вещи и буду, наверное, в первую очередь заниматься печкой на улице. Для того, чтобы готовить еду. Потому что если я растоплю печь в землянке, здесь получится парилка. Карлос набегался, увалился отдыхать. Куда мы поговорим про детали. Давай нуission и拿им все маленькие еду. Все. На зоне полетки. Супер мы tried. Сейчас я расскажу и покажу, почему же я все-таки вчера так поздно отправился в поход. Один мой подписчик отправил посылкой мне презент, сказал, что очень пригодится он мне в походах, посылка должна была прийти вчера до обеда в первой половине дня, но она немного задержалась, потом была большая очередь, в общем в итоге в лесу я оказался около пяти часов вечера. Я не учел, что в лесу будет скользко и грязно и время потребуется нам немного больше, чтобы дойти до землянки, поэтому получилось как получилось, а сейчас посмотрим, что же в посылке. В принципе дома я ее вытащил из коробки, она была еще в картонной коробочке. Вчера не было времени подробно рассматривать содержимое сумки, я лишь открыл, быстренько увидел, что это саперная лопатка, забросил ее в рюкзак, поэтому сейчас буду разбираться вместе с вами. Такая рукоятка. Шнурочки. Ключики. Пока непонятно для чего. Вроде бы все. Вот еще в масле. Заметьте, все клееночки, весь мусор сразу в кармашек рюкзака и с собой домой. Killnex. Название бренда. Не знаю, что это за бренд и чей производитель. Первый раз, если честно, я вижу. Буду пробовать собирать. Ну ничего себе. Здесь еще есть вот такой ножичек. Острый. Прямо резиночки для чего-то, я не понимаю, уплотнительные. С какой целью они здесь? Чтобы не набирало воду что ли? Это уже перебор, по-моему, для лопатки. Здесь тоже уплотнение. Теперь я смогу с ней вырубить камыш для того, чтобы забросить дальние забросы, которые сейчас дома почему-то. Одна грань лопатки заточена для того, чтобы можно было использовать как топор. На второй что-то типа ножовочного полотна. Интересно попробовать что-то отпилить. Ну и много еще всяких, я так понимаю, чтобы можно было открутить гайки. Это, наверное, открывашка, чтобы открыть бутылку с водой. Это я не знаю, что такое. Это, наверное, для шинковки корейской морковки. Вот эти тоже зубчики, неизвестно. В общем, буду сейчас пробовать, как она выполняет свою основную функцию. Судя по весу, она не вся из стали. Ручка, похоже, что алюминиевая. Ну так, вполне так в руке лежит надежно, ничего не дребезжит. Я так думаю, немногим более килограмма. Что вполне удобно брать походы, тем более в такой небольшой компактной сумочке. Это ведро, из которого в прошлых походах я делал переносной колодец. Правда, он себя не очень хорошо зарекомендовал на том водоеме. Надеюсь, что здесь он будет работать так, как нужно. Я обязательно попробую пофильтровать воду здесь. Сейчас я пойду к берегу, наберу глины, заодно испытаю новую лопату. И замочу, чтобы пока я буду заниматься другими делами, глина потихоньку размокнет. Давай. Пошли. Пошли. На водоеме еще солнышко, тепло, можно загорать, а здесь у землянки уже тенек, прохладно. Если очень жарко, то это хороший плюс. Всегда можно найти тенек здесь. Солнце заходит буквально в обед уже за деревья, только на водоеме видно его. Пока глина закисает, я начну копать печку. Я хочу выкопать ее в земле частично. Там, где обрушится, буду закладывать камушками на глине. Ну а идея, в общем-то, вот какая. Я хочу натянуть тент от землянки в эту сторону, тент 3х4. И внизу обустроить столик, стулья, печку, чтобы можно было приготовить пищу. Потому что готовить в землянке сейчас нереально, будет очень жарко, невозможно спать. И на печке такой намного удобнее, чем на костре готовить. Вот такая мысль. Часть продуктов я уже занес в землянку. Там Карлоса сухой корм. Каши какие-то у меня есть. И для рыбы я брал. Опять же, перловка. В прошлый раз меня выручила. Возможно, и в этот тоже выручат. Здесь у меня немного огурцов. Есть лук, чеснок, картошка. Ну, это все на праздник. А эти дни до праздника я буду питаться рыбой, которую нужно впоймать. Я поймал, посадил в баночку несколько жуков, на которых сейчас попытаюсь поймать галаврика. Для этого на свою удочку из орешника привязываю покрупнее крючок. Не нужен ни поплавок, ни грузики. Если ветра нет, то достаточно массы самого крючка и жука для того, чтобы забросить их в точку лова. Галаври, конечно, очень осторожная рыба. С такой дубинкой подкрасться к нему незамеченным будет очень сложно. Но попробовать все-таки стоит. Леска здесь тоже довольно тонкая. Если клюнет солидный галавр, с ним будет сложно бороться. И в этом. Как я и думал, близко галавр к себе не подпускает. Но я забросил жука таким образом, чтобы леска зацепилась за веточку. А удочку воткнул в землю и оставлю. Так отойду в сторону и буду наблюдать издалека. Клюнул, только отошел и там клюнул. Не знаю, засекся или нет. Да, вон палка. Ай-яй-яй, удочка убирает. Забежал в кроссовках. Неплохой вроде бы. Реска слабая, надо быть аккуратным. Хм. О-о-о-о! Красава! Красавела. Ох и давит. Да, головник хорошо сопротивляется. Тихо, тихо, тихо. Не хочет. Не могу форсировать, потому что леска очень тонкая. Засекся он так себе не очень хорошо. Красавчик. Красноперый красавчик. Я даже не знаю, что с ним делать. Печка не готова. И будет она, скорее всего, готова. И будет она готова, скорее всего, лишь завтра. Он практически не пострадал. Наверное, я его отпущу. Побежал. Главное, что техника уже отработана. Думаю, удастся поймать еще. Просто жалко, если он пропадет, я не успею его приготовить. Можно было соорудить. Можно было соорудить кукан, но не вижу смысла. Удастся. Хотя, может, конечно, подняться волна. Или он отойти куда-нибудь. Ну, в любом случае, что-нибудь да впоймаю. Отдыхай, отдыхай. Пойдем, нам покушать тебя. Правда, кошачий. Будешь кошачий? Пойдем. Что, не хочешь есть? Смотри, найку отдам. Найку отдам. Пойдем. 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 Вот тяжело. Найку. Отдай найку. Конечно, на заготовку дров с ней не пойдешь, но в отсутствие полноценной ножовки вполне может выручить в трудной ситуации. Пойдем. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...